Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с утра мы возвращаемся на финансовые рынки, чтобы оценить фундаментальную картину прошлого дня и посмотреть, что у нас на повестке предстоящей торговой сессии. Сегодня, как вы знаете, в 21.00 по московскому времени будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США. Можно сказать, что это важнейшее событие недели. Может быть даже, поскольку мы с вами приближаемся к декабрьскому заседанию ФРС, столь важному для всех финансовых рынков, поскольку на нем могут быть приняты решения по разгону крокосочных процентных ставок. Сейчас протоколы будут иметь куда большее влияние на рынок, нежели чем всегда. Но так уж сложилось. В последние месяцы мы возлагали большие надежды на такой макроэкономический фон, но по факту получали не то, что нам хотелось. Поэтому сегодня давайте не будем каркать, понимая то, что фундамент стоящий. Безусловно, мы его дождемся. Обязательно посмотрим, каким последствиям он приведет на рынке. Завтра с утра, как и всегда, встретимся и подведем итоги. Но в целом нужно отметить то, что американская валюта все-таки при, опять же, ориентире на вероятность повышения процентной ставки, которая сейчас составляет больше 65% американской валюты, имеет повод для того, чтобы сохранить тот обычай посыл, который показывают последние торговые дни. Обо всем поговорим конкретнее и подробнее, и в свою очередь. Начнем мы, как и всегда, с рынка черного золота. И сегодня есть небольшой позитив, который связан с тем, что мы говорим о том, что актив корректируется. Добравшись до максимального уровня за последние 14 месяцев, мы с вами предположили, что такое бычье ралли, но не может быть продолжено просто так, без какой-либо дополнительной фундаментальной поддержки. Поскольку вчера мы с вами видели коррекцию, разумеется, что этой дополнительной поддержки на рынке не было. И мы смело стали руководствоваться техникой, фактом. Я думаю, что с ним не нужно спорить о перекупленности очевидные активы, как Brent, так и WTI. Но еще нам в качестве поддержки были оказаны такие позитивные жесты, ну, позитивные для тех, кто сейчас продает, конечно же нет, со стороны Международного энергетического агентства и, в частности, со стороны ряда инвестиционных банков, которые подогревают скепсис по поводу тех договоренностей, которые якобы должны быть достигнуты в конце ноября. Если говорить конкретно про фундамент, что же вчера стало фактором коррекции котировок Brent? Безусловно, это ссылка Международного энергетического агентства на тот доклад, который представил ОПЕК по объемам добычи за прошлый месяц. И если вы следите за новостным фоном, который касается нефти, вы уже в курсе, что согласно этому докладу, в ОПЕК объемы производства энергоресурсов в прошлом месяце выросли на 160 тысяч баррелей в сутки, что позволяет говорить посредством обычного сложения математической операции к тем уровням, которые мы наблюдали ранее, что сейчас планка по выработке составляет уже 33,64. Это новый исторический максимум. Разумеется, такие цифры даже без прогнозов инвестиционных банков уже заведомо нас настраивают на скепсис в отношении тех договоренностей, которые могут быть достигнуты. Если сослаться, опять же, на предварительное соглашение, которому уже две недели в Алжире, объемы производства должны снизиться и быть в диапазоне 32,5-33. Но, учитывая текущую цифру, получается, что сокращать придется очень много. И интересно, на какой из регионов выпадет, собственно, наибольший процент такой коррекции. Конечно же, нам нужно говорить прежде всего про Саудовскую Аравию и Иран. Но если мы будем говорить про эти регионы, мы возвращаемся, опять же, к идее их очевидного противостояния и, как и всегда, классической идее экспансии на рынке. Поэтому я хочу сказать, что Саудовская Аравия может говорить все, что угодно. ОПЕК в целом может быть голословным, вещая за все регионы. Но когда дело дойдет до отдельных, дофактических действий со стороны конкретных, собственно, ближневосточных государств, и особенно нас интересует, как я отметил, Иран и Саудовская Аравия, скорее всего, мы снова окажемся в ступоре, потому что окажется, что нету необходимости для сокращения, или даже, может быть так, что квота будет определена, но сам ОПЕК уже неоднократно доказывал, что плевать хотел на эти квоты, потому что они действуют даже сейчас, но эти квоты очень легко, на самом деле, перевыполняются по тем показателям добычи, которые мы сейчас наблюдаем. Ситуация может повториться и сейчас. Поэтому, возвращаясь к общим ожиданиям, я хочу отметить то, что пессимизм может преобладать на рынке сейчас. И этот пессимизм, надеюсь, станет той самой причиной, вследствие которой бычи ранее наблюдаемых в последние дни по энергоресурсам все-таки начнет сходить на нет, развернется бренд и покажет, опять же, коррекцию. По крайней мере, сейчас к цели ближайшего ориентира это 50 долларов за баррель. Есть договоренности с Россией. Вот, в частности, вы помните, что в понедельник мы и коснулись этих локальных максимумов, после того, как Путин отметил, что Россия готова поддержать договоренности. Ну, видимо, эта позиция была озвучена без обсуждения с российскими монополистами, потому что, судя по вчерашним комментариям Сечина, который возглавляет Роснефть, в частности, он не видит необходимости такой коррекции и считает, что делать это не нужно. Ну, то есть, по крайней мере, одна монополия у нас будет противиться подобным мерам. Мы можем сказать, что все будет так, как, собственно, утвердит Владимир Путин, но, может быть, это напускной позитив, потому что мы прекрасно понимаем, что России, собственно, также не нужно это сокращение, ведь именно сейчас за счет значительной налоговой базы российский бюджет получает хоть какие-то дополнительные средства. А если речь пойдет об ограничении добычи, не факт, что это приведет к росту цен на нефть, Россия потеряет еще одну статью дохода, которая ей так необходима. И если снова вернуться к прогнозам инвестиционных банков, вы помните, мы с вами говорили про Goldman Sachs, я повторяю то, что действительно этот банк сейчас активно, активнее, чем всегда, лоббирует идею того, что бренд нужно распродавать. Потому что по позиции Goldman Sachs, даже если в конце ноября стороны выйдут на это самое соглашение и пакт договоренности не только в рамках ОПЕК, но и в содружестве с Россией, это не приведет к существенной балансировке спроса и предложения на рынке энергоисоса. Потому что очень большое предложение идет со стороны Ливии и Нигерии. И, судя по всему, там планки по добыче будут только увеличиваться. Поэтому на какой-то компромисс нам не нужно настраиваться, понимая то, что объективно стороны вряд ли последуют делом за словом и сохранят, опять же, потенциал для значительной коррекции. В частности, напоминаю вам, что Goldman Sachs своим клиентам предлагает ориентироваться на цель конца 2016 года 45 долларов за баррель. В идеале бы, конечно же, сейчас нам пробить отметку 50, ну а там уже будет видно. Я считаю то, что мы можем делать ставку на коррекцию. Да, это очень рискованно, потому что рынок, который в последние дни подпитывался даже обыкновенными заявлениями, может найти поддержку основа для оправдания еще более высокого роста. Но вчерашняя коррекция также позволяет рассчитывать и на то, что медведи бдят в этом активе и готовы использовать тот фундамент, который создает возможности для коррекции. Сегодня у нас в 23.30 статистика и запасы нефти в США. И если мы, в отличие от прошлых недель, в этот раз получим сигнал того, что запасы выросли, тогда у тех трейдеров, которые продолжают делать ставку на коррекцию, появится еще один фундаментальный фактор, чтобы оправдать возможности коррекции и снижения этого актива. Ждем закрепления бренда ниже 52 долларов за баррель. Сейчас актуальные котировки 52.66. Российская валюта 62.51. Полрубля, в частности, пара прибавила. Объясняется это повышенным спросом сейчас наблюдаемого в отношении американской валюты, ну и, конечно же, коррекции цен на нефть. Мы видим то, что рубль не так активно сейчас дисконтирует собственные стоимости укрепления, восстановления нефти. Но вот очень лихо теряет пункты тогда, когда нефть начинает корректироваться. Поэтому 62 как поддержка у нас по-прежнему держится, но мы ждем, чтобы пара USDRAP ушла как минимум в район прежнего сопротивления 65. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы нам поспособствовала тому и коррекционная динамика по нефти. И желательно бы увидеть бренд, конечно же, хотя бы в районе 50 долларов за баррель. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.10.42, при этом минимальный уровень был зафиксирован на отметке 1.10.30. Очередная торговая сессия стала для евро днем сохранения коррекционного вектора, который мы рассматривали с вами в качестве наиболее вероятного сценария. За первые две торговые сессии пара EURUSD потеряла уже больше 120 пунктов и очень лихо сначала преодолела поддержку 1.11. И вот сейчас, в буквальном смысле, в одном шаге от нашей с вами долгосрочной цели, которая была поставлена очень давно, это поддержка 1.10. И видя, с каким энтузиазмом сейчас растет доллар и как американская валюта влияет на рисковые инструменты, мы можем предположить, что уровень 1.10 пойдет в самое ближайшее время. И это будет несомненный позитив для всех фундаменталистов, которые знали и верили, что евро остается одним из аутсайдеров. И евро непримерно вернется к этому рубежу. Ключевой фактор давления на главный валютный риск – это сильный доллар, поскольку американец продолжает дисконтировать свою стоимость ожидания повышения процентной ставки. Как я уже отметил в начале брифинга, сейчас вероятность подобного исхода к концу 2016 года составляет примерно 6, а то и даже 67%. Это очень много. Это больше 50. И, соответственно, перевес положительных ожиданий, он и создает возможности для роста долларов. Вчера вышло несколько отчетов по еврозоне, в частности, индексы делового оптимизма и оценки текущих экономических ожиданий по ЗЮ Германии. Отчет сильный. И если бы у нас была бы классическая картина на рынке Форекс без какой-то выраженной динамики по доллару, в общем, традиционное новостное окружение, позволяющее нам говорить про рядовые макроэкономические отчеты только с позиции того, что выходит хорошая статистика, поддерживает активы, выходит плохая статистика, выступает причиной ослабления. Может быть, вчерашние отчеты и стали бы фактором значительного роста евро. Но мы видели то, что отчеты по ЗЮ Германии 59,5 против прошлого 55,1 – существенный прирост. И оценка экономических перспектив в рамках всего валютного блока по еврозоне в целом 12,3 – рост 5,4. Но евро никак не отреагировало на эту статистику, то есть мы не видели роста напротив европейского валюта, продолжило оставаться под давлением. Опять же, связано это с тем, что доминирующей силой на рынке Форекс остается американская валюта. Может быть, также евро не пользовался спросом из-за явного нежелания трейдеров сейчас рисковать, потому что все прекрасно понимают, что, глядя на ситуацию, которая разворачивается в паре фунт-долларе, как активно фунт сыпется, при определенном сечении обстоятельств этот негатив может очень быстро перекинуться и на европейского коллегу, то есть на европейскую валюту. Поэтому трейдеры предпочитают тех, кто уже не торговал в евро, сейчас не лезть в расположение этого актива, но те, кто вовремя сделал ставку на коллекцию, сейчас уже находятся в очень хорошем профите. Также не забывайте про динамику доходности, расхождение в этом показателе между бумагами из США и из Германии. Вы помните, что в прошлый раз, на прошлой неделе и в начале этой недели мы с вами говорили про спред доходности в 150 пунктов, сейчас эта разница составляет уже 152-153 пункта, это максимальное значение за последние 10 лет, что также играет больше на лапу именно покупателям американской валюте. Но вот евро приходится быть в числе аутсайдеров. Сегодня важнейший отчет это протоколы последнего заседания ФРС в 21.00 по московскому времени. Если кто-то из вас еще рассчитывает дождаться отката по паре евро-доллар, как раз сегодняшний фундамент может стать причиной подобной динамики. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы сегодняшние комментарии были исключительно мягкими, а не жесткими. Нужно, чтобы представители ФРС, голосующие члены, большей частью, большинством отметили неготовность американской экономики к столь важному шагу, как еще один раунд повышения процентных ставок. Поэтому, если по факту протоколов такая мягкая позиция будет озвучена, ну тут уже как ни крути, доллару придется активно сдавать свои позиции, и риск тут же быстренько реабилитируется. Но вероятность этого не так уж и высока. Дальше идем. Фунт против американца. Британская валюта остается в числе аутсайдеров. Фунт сыпется. Сейчас вот актуальная актировка 1.2273. При этом минимальное значение, которое было зафиксировано в ходе прошлой торговой сессии, 1.2088. Мы предполагали то, что фунт против американца очень быстро сейчас на текущих настроениях доберется до поддержки 1.20. Эти ожидания сохраняют свою актуальность. Даже несмотря на то, что сегодня мы видели, как пара выстрела практически на две фигуры вверх, но правда сейчас уже так же активно корректируется. Фунт остается одним из самых продаваемых инструментов. Настроение по этому активу не меняется. И вот эта волна пессимизма объясняется тем, что трейдеры постепенно настраиваются на процедуру жесткого выхода Англии из состава Европейского Союза. Об этом мы уже говорили с вами. Вчера дополнительное давление на британца оказали комментарии представителей банка Англии Сандерса о рисках выхода инфляционного показателя за пределы целевого значения в 2%. И Сандерса тут же начал рассуждать, что если это случится, под угрозой, под ударом окажется потребительская активность, а сейчас допускать просадку этого показателя ни в коем случае нельзя, потому что нормальные, достойные показатели потребительской активности, они жизненно необходимы для того, чтобы обеспечить хоть какие-то адекватные темпы прироста экономики. Но если инфляция заберется за пределы 2%, продолжит дальше расти, причина, конечно же, девальвации национальной валюты, тогда потребительская активность пострадает. И это еще один системный риск, который может быть реализован дальше. О перспективах следующего макроэкономического фона по факту выхода дальнейших отчетов мы с вами поговорим в будущем. Но сегодня я предлагаю также, торгуя фунтом, не забывать про протоколы. Поскольку весь фокус внимания трейдеров прикован к этому событию, я допускаю то, что протоколы могут повлиять, конечно же, и на динамику фунта. Поэтому здесь тоже проведу параллель. Если кто-то рассчитывает на рост фунта, вам нужно получить свидетельство того, что представители ФРС не готовы сейчас единогласно поддерживать идею ужесточения монетарной политики. Если это случится, фунт подрастет. Если нет, тогда падать и падать ему к следующей цели, которая является, ну не знаю даже, как сказать, нашим среднесрочным или долгосрочным ориентиром. В общем, нашей следующей ценовой планкой, которую мы с вами планируем пробить. Это поддержка 1.20, несмотря на то, что это очень крутое значение. Нужно пользоваться развитием текущего тренда, и он указывает на то, что британская валюта будет терять против всех своих основных конкурентов. Доллар японская иена 103.57. Здесь видим то, что американец против иены явно мается из одной стороны в другую, подогревает его ожидание повышения процентной ставки. Потом тут же возникают и негативные настроения по поводу того, что вряд ли ФРС пойдет на это решение все-таки к концу этого года из-за очень актуального политического вопроса. Тот же трейдер переключается на идею того, что Трамп теряет поддержку, а соответственно уже его шансы стать президентом призрачны. Поэтому получается, что не стоит негативить, и если бы этот сценарий был вероятен, то фонд был под давлением бы, а если он уже не так вероятен, как ранее, тогда можно делать ставку на рост американца. Трейдеры продолжают следить еще за макроэкономической картиной. Статистики, правда, значимые на этой неделе по США не было, но только протоколы, которые, в принципе, по своей волатильности могут нейтрализовать вот эти вот ожидания последних дней и компенсировать отсутствие рядовых макроэкономических отчетов. Из интересных фундаментальных событий, пожалуй, отмечу сегодняшнее выступление Курады, которое возглавляет Банк Японии, где он отметил и обозначил возможность дополнительного снижения ставок по депозитам, то есть ухода их на еще большую отрицательную территорию. Это новые проявления экономических стимулов и по срокам ничего конкретного, так же сказано, не было. Локально мы видели то, что такие комментарии оказали соответствующее влияние на доллар, то есть японская валюта сдала с новой позиции, доллар подрос. Но трейдеры не, скажем, воодушевились и не вдохновились этой идеей на перспективу, потому что все-таки все определяется сейчас макроэкономической картиной по США. А здесь у нас очень многое будет зависеть от протокола, поэтому снова обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 21.00 по московскому времени нужно быть крайне бдительными. И ни в коем случае нельзя упустить такое важное событие, которое может привести активы в еще большее движение, нежели то, которое мы с вами наблюдаем в последние дни. Да, волатильность будет создавать и дополнительные риски, но вы со мной согласитесь, что за ней кроются, конечно же, и очень существенные возможности по извлечению профита. Из других валютных пар, доллар канадец сейчас торгуется на отметке 1.32 до 22.00. Вы помните, я предложил вам покупать эту пару после того, как она оказалась ниже поддержки 1.32.00. Я надеюсь, что многие из вас воспользуются этим советом, и мы с вами снова ждем планку 1.33. Хай был зафиксирован на уровне 1.32.71. Вы представляете, чуть-чуть, 29 пунктов нам не хватило. Но если нефть сегодня продолжит снижаться, я думаю, что мы сможем добраться до отметки 1.33 чуть ли не к концу этой торговой сессии. И Евросвиси. Напоминаю, что у нас была инвестиционная идея, которая предполагала покупку этой валютной пары. Она сохраняет актуальность и сейчас. Особый акцент я делаю для долгосрочных трейдеров, потому что у нас есть понимание, что пара вряд ли уйдет ниже уровня 1.08, что бы ни случилось, из-за интервентной поддержки со стороны Национального банка о Швейцарии. Поэтому по Евросвиси мы ориентируемся на текущее значение, в частности, котировка составляет 1.09.16 и ставим на то, что она легко сможет уйти и в район 1.10.50. Из важных отчетов сегодняшнего дня. В 12.00 промышленное производство по еврозоне. Какой бы отчет ни вышел, я не думаю, что он повлияет на евро, потому что сейчас на евро влияет только доллар. В 21.00 протоколы ФРС США все-таки ждем поддержку для американцев. И в 23.30 запасы нефти в рамках американской экономики ждем слома тенденции, предполагающей снижение. И если наши ожидания будут оправлены, то есть если запасы вырастут тогда, мы получим еще один фактор, который позволит уже сегодня, до конца дня, все-таки протащить бренд ниже планки 52 доллара за баррель. Кодовое слово на сегодня. Протокол величина бонуса 15%. Действует он на пополнение до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Осталось добавить только, если есть вопросы, как и всегда, наш канал коммуникации открыт для вас. Это YouTube. Можете оставлять комментарии под прям сегодняшним видеобрифингом, задавать вопросы. Ну и, конечно же, ставите лайки. Желаю вам хорошей торговой сессии. Обязательно контролируйте риски, потому что протокол все-таки такое событие, которое спровоцирует по определению серьезной волатильности. Завтра мы, безусловно, подведем итоги фундаментальной сегодняшней торговой сессии. Ну и посмотрим, как действовать дальше. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова